всем привет дорогие друзья сегодня хочу вам показать холодильник наш вот мы его раскрыли пока потому что дома его еще не ставили но мы его включили для того чтобы проверить как работает вот так вот он ребята у меня внутри я попробую свет еще включить что получше было так вот этих заклеить а тут для льда и какая-то лопаткой потом-то для и тоже лежат такие штучки приклеены все масленка вот этот но высоких я до верхней полки вот так вот здесь только похоже делаю правда стульчик на чтобы на верхнюю полку что-либо составлять на эти это хорошо детей можно будет прятать конфеты и сейчас покажу морозилка морозилка у меня на 4 ящика 4 классно раз два три четыре как я и хотела на большая морозилка господи это в мечта вот такой вот белый потом кто знает как можно вот это вот все хорошо оторвать и потом затереть чтобы не осталось следа буду ждать ваш комментарий потому что муж говорит сейчас дерешь потом следы останутся чем вот потом можно забыть чтобы следы не остались заранее у вас спрашиваю всем спасибо за то что заранее поможете ну вот такой вот я довольна спасибо вам всем если не ваши просмотры я бы не купила бы его никогда я бы не накопила по просто бы на него огромное огромное вам спасибо и дай бог вам всем здоровья я развесила белье у меня спина болит я не могу ваня конфетки слушает мультики смотрит да ваня ну конфетку кушаешь да кати сегодня праздник был кати на празднике ну кушать молодец у меня плакат рисовала что она хотя фотографии нету плакатов ну молодец ваня тоже первое место занял пальчик так показать вам дорогие друзья сейчас будем заниматься тем чтобы мыть зеркала все убирается прибирается стираться стирку я поставила еще стирать и буду ну вот как раз в quase и брелок нужно покупать про маме меньше покупки поддранные друзья всем желаю хорошего дня хорошего настроения оставайтесь с нами так дорогие друзья развесил и биллиса что ублю — что хотела показать не эта здесь мы посадили клубнику вот эту часть это подруга мне давала мои сюда посадили пор закопали дием все проживет посмотрим тут земля получит потому что? важные ящик буду развешивать белье так дорогие мои друзья я буду записывать видео вопрос-ответ вам не понравилось то что я вот так вот на вас смотрю да получается как бы сверху вниз поэтому я еще буду вот у меня есть такая тренога буду на нее устанавливать камеру сейчас ровно сделаю и буду снимать вопрос-ответ видео сниму и потом будем дальше своими делами заниматься домашними сегодня сейчас я достану машинку мы с вами прошьем шторы потом помоем окна и повесим все наши тюльки все три ладно сейчас установлю телефон и буду дальше с вами разговаривать надеюсь так будет нормально теперь ну вам не пытается что сверху вниз я на вас смотрю и сейчас по отвечая на ваши вопросы холодильник я вам показала напишите как вам нравится он или нет многие спрашивают что это здесь здесь у нас рукодельная здесь у девочек алмазка лежит мои вышивки лежат также тюли лежат и все что связано с рукоделием это у нас полка чисто все для рукоделия поэтому там может быть вот кати вот как выкладывал маску так и положила стаканчик алмазка раскрытая все у нее там вот так вот лежит у меня в основу все в папочках лежит поэтому прошу прощения но тюль я там вешать не хочу она получается как бы дугой это полочкой нормально потом просто период переорганизуем немножко по-другому будет нормально так приступаем к вашим вопросам у кого астма у детей у маши кого из детей было тяжело рожать но самый опасный ребенок был с кем вот проблемы у меня были это марина меня с ней кисрили экстренно в экстренном порядке меня привезли туда я уже в плохом состоянии было и как они сказали как вот я первое но то что я помню они говорят бегом в операционную спасаем ребенка или мать тому же на что я врача дернула за руку сказала спасите ребенка они меня не было тогда важнее чтобы спасли ребенка я уже как-то на эти почему-то про другое ничего не думала но вот страшнее всего было когда вот меня мы с мариной кисрили а так все нормально и меня ее посчитайте после кесарева 454 суток ко мне и не приносили я очень переживала как что она там ну все хорошо марина тоже маленькая вы говорите что маленький только ваня да я знаю что мариночка маленькая 4 годика марине на тоже маленькая настя проверь щитовидку береги свое здоровье ты одна у своих детей надо вот как то вот сейчас вот ремонт все остатки доделаю и пойду больницу потому что мне надо не только щитовидку проверить меня на эти проблемы есть у меня на руках вылезли шишки в том году у меня вот в этом вот они две вот эти вот шишки в том году у меня была вот это вот одна нижняя но вот она вот она размер у нее а вот верхняя размер и в этом году я заметил вот на этой руке вот она эти вот она ты шишка в чем причина откуда эти шишки я не знаю из-за этого еще даже немножко побаиваюсь больницы эти муж гонит горит иди в больницу но я почему-то боюсь как часто болит голову раз часто болит голова надо сделать мрт мне когда-то я уж наверно давненько давненько делал мрт но это очень очень давно было картошку выкопали нет остатки сейчас вот докапываем уже чуть-чуть осталось прям хоть из канады к вам лети выкапывать да мы выкапываем уже почти все выкупали дай бог у нас солнышко стоит и муж копает я хотел идти он сказал иди нафиг отсюда со своей спиной и все дело игры дома лучше уборку да что мы горит сами и он сегорка копает вы помогаете детям с уроками но по частности они пытаются сами делать уроки когда они просят мам подскажи вот это вот это вот это я обязательно подсказываю но я стараюсь проверять проверяете уроки да я стараюсь проверять сколько лет маши и какой у нее рост маши 9 лет рост у нее очки сейчас подождите посмотри у меня записано сколько у кого рост так дорогие друзья нашла вспомнила где записывала маша до маша рост 130 у меня тут потому что все записано блокноте все все записано вот у меня появилась такая привычка записывается блокнот все вспоминать где же у меня записано так сейчас найду этот маша получается 9 лет будет 10 в январе и рост 130 так что там со спиной владика но он уколы ставит у него воспаление скорее всего спины или что-то я не знаю он когда-то срывал уже спину с этими бревнами а тут получилось так что на работе пришлось ему протащить на себе бревно и после этого все он опять слег сын не в общаге живет ну там получается общежитие под типа квартиры прошу извинения что отвлеклась просто сын звонил старший он сейчас зашел соликамский светофор я его попросила мне посмотреть мойку надо и экран не надо я еще не покупала на кухню у меня нет ни умывали не мойки самой не крана ничего вот это не сместитель вообще еще ничего нет пока по деньгам нету потому что я ему сказала давай посмотри я как получу в этом и сразу тебе говорю отправлю ты мне купишь и отправишь через автобус так будет быстрее получается потому что у нас тут я смотрела чисто мойка 1500 1700 и выше умывальники вот сместитель этот от полутора тысячи выше поэтому я попросила в соликамский походить он как раз сегодня выходной он ходит и смотрит ладно возвращаемся к вопросам сын живет в общаге нет но там как здание общежития но комната снимается он у женщины снимает комнату получается емная собственность как ваши друзья и знакомые реагируют на работу блогера родственники да никак они понимают что это у меня заработок поэтому никак ноги на бодру наоборот поддерживают многие не понимают я говорит не смогла я грунт а куда деваться было любых тягу столько детей столько проблемы ты бы смогла поэтому если у вас друзья с несколько друзей подруг с которыми я хорошо общаюсь хорошо знаю все и мы с ними в любое время можем созвониться поговорить просто посидеть поболтать есть но только видите я никуда не хожу они меня зовут в гости но я прийди не как не могу я не могу на себя время уделить хотя вот надо бы надо бы сходить расслабиться посидеть отдохнуть от всего от этого но вот не могу на себя время уделить пока не до этого дети подрастут тогда я буду себе время уделять а пока нет как то есть надо поливать реже не будет тогда гнить ставьте на солнышко а нам наоборот сказали их на солнышко нельзя а да сейчас я вам покажу света вчера мы заходили магазин она мне попросила пару кактусов и прикупить и вот такой вот мохнатый понравился его пересаживать над потому что вода плохая и вот будет она себе прикупила они мягкие мягкие среди их спокойно трогая не такие мягенькие мягенькие это что-то с чем-то вот ей не понравились они по 120 рублей вот эти вот простые были по 120 рублей света взял она хотела еще вот наподобие вот этого красного которые у нас есть только она хотела желтый оранжевый там стоят по 200 рублей но я и сказал что у меня пока таких денег нет давать чуть попозже потом возьмем обязательно возьму и но попозже так все ваши дети не хотят сниматься но не но не видно только машу что конфеты есть да в пакете на столе были целый пакет конфет а на кухню за его разогрю пожалуйста дверь спасибо маша сама просто не хочет сниматься она сказала мама не надо она когда у нее есть настроение она говорит что мама я сегодня хочу сниматься а когда у нее нет настроения то я стараюсь ее не снимать как вы попали в красновиджерс но красновиджерс меня привезла по идее в 11 лет моя бабушка скры я родилась сама в красноярском крае богачанский район поселок до южной и жила там до 11 лет ну до 10 можно так сказать 10 половиной лет я там жила ну как жила выживала потом от меня бабушка после того как я попала в реанимацию на меня забрала и привезла сюда расскажите историю знакомства с мужем и уже много раз рассказал но если кто-то новенький то расскажу я когда еще с первым мужем жила жила в общежитии и получилось так что у моего соседа было у знакомого день рождения они меня пригласили я пришла на день там и он тоже там сидел мы пообщались но потом через некоторое время просто мы стали встречаться у нас история очень простая познакомились через соседа так как-то было так поставить штатив чтоб удобно было ты тут тренога чем неудобно она неудобно то что она очень большая приношу извинения за то что вас трясет так вроде бы нормально дальше так 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 как мы познакомились с мужем я вам сказала с кем живет твоя бабушка в абхазии она не в абхазии живет она живет в абакане она живет со своим сыном у нее там живет сын дед сережа и вот он со своей женой со своей семьей и она у живет у них там а что выпекли в детстве с бабушкой ой мы и булочки пекли чебуреки пекли хлеб хлеб каждый день бабушка стряпала свой я участвовал ремонт доделаю духовку поставлю и тоже буду свой хлеб стряпать если кабель роз телеком лежит на деревьях позвони на горячую линию они уберут сами дорогие друзья я уже с этими кабелями знаете сколько маясь и толку никакого нету кому бы я не обращалась они все отпихиваются отмыкиваются что это не наше идите разрешение добиваетесь и на эти легче уже идти просто в прокуратуру и написать заявление мне кажется чтобы спилили нафиг эти ветки потому что если что случится вот это все упадет замкнет все нафиг и проблем потом еще больше будет а это никто не понимает просто нас разрешение мне пришло вот теперь будут ходить дальше сейчас вот слава богу немного оклемалась спина конечно болит но так все оклемалась уже не так глицин кстати пью спасибо может то что глицин я вчера таблетку выпила сегодня уже две таблетки выпила и мне прям чувствуется что легче голове стало настя прошлом видео говорила что слива нет насти ведрами носите ведрами потом сказал что слив есть так объясняю ситуацию на стиральной машинке у меня слив есть стиральная машинка у меня сливает в яму ну сами представьте сколько бы я раньше да раньше я таскала от стиральной машинки мы сливали это все в детскую ванну из детской ванны я вытаскивала ведрами на улицу но вот до того момента пока мне совсем не шибанула моя спина потом просто мы взял муж выкопал яму небольшую и слив машинка туда на мойку умывали у меня слива нету я выношу ведрами там вот помыли руки набралось ведро я вынесла в этой ситуации я ношу ведрами все еще посуду мыть я выливаю ведрами на улицу так что вот поэтому вот я игру на одном месте у меня есть слив на другом у меня нету слива где стоит стиральная машинка сейчас пока стоит в коридоре после ремонта перенесу на кухне часа за ремонт и все перетащили в коридор ни разу не видел что вы плохое писали о детях ну вот как-то писали что кривляются и всякое такое и после этого дети не хотят все дети запланированные так да все дети запланируют тут что-то просто перепутан несколько вопросов я читала да все дети у нас как бы ну кроме нескольких там уже у меня получалось так что у меня определялась беременность уже на четвертом пятом месяце а до этого времени у меня все женские дни были все было потом бац задержка я и дом не играет у вас уже четыре пятый месяц игру смысле у меня все шли в этом месяце врушили как запланировано каждый месяц все нормально все женские дни все было они говорят ну такое бывает и вот так у меня было при нескольких беременности при двух беременностях у меня вот такое вот было остальные да все запланированы все желанные все у меня мои дети даже если где-то и уже поздно было все равно было желанное я никогда не говорила что так ты случайно не знаешь кто побил саню за жубрива не дорогие друзья не знаю ну и найдет смотрела до видео жалко по большей части что он вообще заснял это видео я понимаю сейчас как ирина тоже переживает из-за всего из-за этого но некоторые там стебаются просто стебаются над ним надо его на ситуации я не вижу ничего такого чтоб стебаться саша желаю быстрее оклематься и чтобы он немножко подумал я представляю сейчас как там ирина и переживает и дети по нему скучают как хотят видеть папу такое любимое блюдо у маши маша как бы все любит у нас маша она вообще не привередлива мне вот это мне кажется единственный ребенок который есть все но у нее по части вот ей цитрус я ей не разрешаем на выезд потому что у него когда-то детстве на цитрус очень сильно высыпала а так она у нас все есть и сладкое тоже ей много не разрешаю есть почему не делаете ремонт или вы не показываете ребята я просто не показывает там вот когда мы сейчас скрыли полы там просто был ужас поэтому я не хочу это ребят показывает мы уже почти то место уже закрыли тема вскрыли сейчас будем дальше продолжать делать когда дело я вам покажу просто у нас на кухне мы больше получается здесь 10 лет мы не ремонтировали и там вот когда мы вскрыли пол там просто поэтому я не хочу по части больше показать я тогда показала потом на меня такие жалобы написали в опеку что от настя то-то 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 по поводу этого пола написали в опеку а вот некоторые не подумали что где такие сразу до получила я эти выплаты все думают что я там прям большие суммы вы не забывайте что вани еще нету трех лет он не получал на себя по 10 тыс что вы его вписали в те же суммы он не получал по 10000 вани потому что еще только два годика а его вписали уже в те тоже суммы от трех до семи вписали больше детей чем надо я вот не понимаю у меня все деньги ушли на стройматериал линолеум недешевый брус два раза мы заказывали дважды мы оплачивали этот брус потом краски всякие отделочные материалы окна плюс к окнам и потом отделочные материалы отдельно брали пена баллон один баллон 300 с лишним рублей мы больше больше 15 баллонов брали получается вот за все это время ремонта мы больше 15 баллонов брали гипс штукатурка замазки краски кисточки вот эти вот все шурупики болтики железные металлические всякие детали это все мы брали до сейчас все сейчас у меня уже строительные деньги все закончились все что я смогла я купила получается я еще не смогла купить это мойку кран но да для мойки линолеум зал и в две маленькие комнаты все остальное вот у меня все закуплено было у меня все это лежит и я сейчас буду постепенно все это делать вот я просто найти некоторые не понимают или просто заняться нечем пишут что ли по идее я не обязаны отчитываться перед вами куда я деньги эти потратил у меня все это на ушло на строй материалы я понимаю себе я их пробухала то я бы взяла бы по черному пошла вот как вот все думают что я бухаю бухая даже пишут да они пьют они просто это не показ нет ребята я не пью я по крайней мере не пью муж да муж может иногда себе пиво взять выпить но это никто не ничто не знает что он прям бухает нет он пиво да может взять выпить вечером после работы или как-то что-то извините пожалуйста а вы что не пьете что ли блин ну ладно не будем о плохом будем только хорошим постараемся хорошим вот так вот я ответила на ваши вопросы не знаю понравится вам это или нет пишите ваши комментарии задавайте вопросы но и всем пока пока